запись пошла здравствуйте уважаемые участники сегодня мы рады вас приветствовать на пятой лекции уже мы подходим практически к середине нашего курса к такой золотой середине курса все планируется 12 лекций вот сегодня пройдет пятая лекция она будет посвящена как раз гексограммом 03 05 и вот значит формуле и сегодня мы в начале лекции как раз разместили слайды которые были которые мы упустили в прошлой презентации этому арте михайлович прокомментирует одну же будем непосредственно переходите к новой лекции к материалам новой лекции все материалы я как сказал отправил в чат который у нас есть в ватсапе вот и там будут прислали материалы сегодня может быть вот тоже арте михалыч еще не видел вера дорофеева лихман прислала две статьи как раз касаемо вопроса северо-восток и юго-запада вот две статьи я вам отправлю на почту арте михайлович обязательный как раз по системе пространственных представлений в древнем китае как раз обсуждение системы джоу джоу она также поднимает эти вопросы так что думаю тоже будет очень интересный материал для изучения вот а сейчас я передаю слово артемию михайловичу и вернемся к последнему блоку предыдущий приветствует участник нашего мероприятия речь идет о конце сейчас несколько скомканной предыдущая лекция и вот те слайды которые на ней не были показаны они здесь сказать в этой самой новой редакции здесь так сказать имеются вот значит здесь у нас на этом слайде которую перед собой видите слайд номер 3 там указаны вот случай появления в каноне значит этого самого формулы ли ши дат шай это мы с вами об этом уже говорили а здесь вот имеются в случае появления именно этого самого четвертого гадательного 4 4 из 4-х качеств в сочетании со знаком джи вот поскольку поскольку эти случаи достаточно немалогочисленные вот то я предполагаю все таки что это не некая таска единая формула а это сочетание обозначение качества уже с непосредственно гадательным символом джи вот и так сказать их соединение вместе но она больше определяется кратостью представление текст чтобы они входили в один блок у него был слишком много этих самых верхних цифр которые здесь помещаются а так это в общем то две отдельные вещи тем более вот это случае эти не многочисленное это вот сочетание джин джи в тексте канона гексограмме в целом вот теперь я попрошу следующий слайд еще один есть вот вот и значит у нас здесь идет сочетание джи вообще с предшествующими определениями вот джи в конечной позиции в соответствующем блоке ну и здесь тоже в общем то достаточно хорошо видно что либо это действительно связь так сказать совершенно атрибутивная вот и или джи представляет из себя нечто самостоятельное по отношению к канону вот опять же тут нет некоторые тексты к гексограмме в целом у нас еще будут воспринимать будут представлены в при анализе конкретных гексограмм вот здесь вот надо таскать отметить то что значит вот ну те таскать соображения которых таскать я здесь говорил так что это в общем то в догонку к предыдущей лекции кое-что вот в течение данной лекции тут будет еще дополнительно прояснено пожалуйста следующий слайд вот и вот то что вот показано на следующем слайде имеет отношение как раз вот тем проблемам в соотнесении со сторонами света о которых предыдущие это сказать лекции говорилось несколько скомкана вот и возможность их вот представление в той форме которые здесь указаны с использованием цвета позволяет увидеть кое-что лучше чем я здесь мы видим красным и синим рот представлены два рукава рукав низкие как бы розовые значит он у нас в порядке фуси разворачивается против часовой стрелки мы подробно рассматривали при следующей лекции здесь и нас хочу отметить что вот дополнительно здесь что объединение в пары соответствующие определенной стороне цвета и это сказать развертывание в виде двух единиц но здесь так сказать специально показано у нас значит соответственно позиции 1 2 это одна пара позиции 3 4 другая пара и вместе они образуют значит это инский рукав потом проходит идет переход через центр и идут значит с востоком связаны шестерка семерка стоя сто один и последние две гексограмма заканчивающиеся полным так сказать ян 8 9 они тоже так сказать обозначены другим цветом а вот и возможность альтернативного объединения по парам у нас здесь вот рядом на одном слайде представлено это вот то что мы имеем справа вот при этом происходит не только движение в противоположную сторону но фактически это сказать рукава меняются местами до некоторой степени и значит идет у нас ииск и сначала таскать рукав который включает в себя значит изначальную опять же чисто инскую гексограмму и значит это заканчивается вы простите это янский рукав который на конце имеет оканчивающие все оканчивающие ее максимально янскую гексограмму но это янская гексограмма она может это сказать попадает в конец вот этого инского рукава вот и тут вот идет перераспределение потому что в одном случае в первом случае в первом случае инская гексограмма она в первом случае начинает так сказать рукав задает границу между инскими и янскими так сказать вещами вот она находится в конце синей так сказать части вот в другом случае она выступает в качестве начальной точки для разворачивания преобладания значит постепенного янского начала от минимального до максимального которые и осуществляются в виде значит максимально янской соответственно три грамма вот поскольку поскольку в одном случае это задается как начало движения к ян в порядке фуси значит она оказывается янской началом янского рукава она окрашена видите в красный цвет то при альтернативном порядке она уже окрашена в синий цвет вот поскольку она она рассматривается как начало развития ян в другую сторону и с другой стороны по отношению к ней вай то есть изнутри и снаружи вот и вот это вот обстоятельства оно хорошо видно когда мы проецируем вот это здесь у нас квадрат лошу в прошлом лекции он был вместе с с порядком фуси здесь мы рассмотрим его отдельно потому что это очень важная взаимосвязанная вещь пожалуйста владислав второй вот у нас идет 4 квадрата лошу которые по сути дела представляют себя одно и то же значит у нас лево право оно заключается в том вот обратите внимание на эту идею объединения попарности что у нас с нижней точки вот исходное у нас левое верхнее построение у нас движение идет на противоположную сторону то есть здесь осуществляется принцип перехода на противоположную сторону это принцип значит вот сеанс переход на противоположную сторону поскольку переход непосредственно через центр здесь невозможно конструктивно ничего давать не может то мы либо так сказать идем в правую сторону как слева вверху либо на левую сторону то есть вот от среднего квадрата к верхнему правому или к верхнему левому квадрату вот у нас по паре так сказать здесь и дальше все по той же в том алгоритм строится соответствующий квадрат и они находятся друг другу в отношении отображения зеркального относительно вертикальной вещи то есть если мы проведем между ними вертикальную линию то у нас произойдет как раз это самое зеркальное отображение вот а что касается нижних двух квадратов которые естественным образом дополняют в виде так сказать полный четырех местные местного построения вот когда мы здесь у нас с вами мы как бы движение начинаем значит соответственно не снизу а сверху вот эти так сказать четыре квадрата они это это отображение по горизонтальной оси вот в каждом из этих случаев у нас вот получается вот эти два рода отображений вот они имеют так сказать прямое отношение к той картинке которую я первой первую показывал вот и они дают так сказать формально четыре различающихся магических квадратов которые по сути дела являются одним и тем же вот а значит она а вообще магических квадратов математически вот если мы их так сказать конкретное воплощение будем иметь ввиду а не единую так сказать общую модель построения потому что их так сказать формально 8 а по сути дела все один и тот же квадрат вот мы получаем тогда когда мы естественно осуществляем другого рода так сказать вещи когда мы начинаем движение соответственно от боков то есть мы вот в этой абсолютной схеме мы начинали движение по противолинии противопоставления север-юг а когда так сказать за основу берется линия противопоставления запад и восток то у нас как как бы получается что этот вот исходный квадрат мы кладем на бок и вот при такой так сказать трансформации у нас получаются оставшиеся 4 математически возможных магических квадрата 3 на 3 которые и представлены на следующем слайде вот они вот перевернуты на бок квадраты те же самые отношения зеркального отображения по значит по вертикальной оси и по горизонтальной оси то есть если мы проведем вертикальную горизонтальную линию то вот эти все отношения будут точно так сказать видны и получится полная четырехместная фигура и вот это так сказать четырехместная фигура она как раз и связана и непосредственно вот с вот этим вот объединением сторон света с полу сторонами света и здесь связь такая можно первое вот предпреды вот еще предыдущий слайд да совершенно верно что тут у нас на самом деле реализуется альтернативные не только так сказать направления исходного так сказать соединения парного условно говоря против часовой стрелки или под часовой стрелки вот в порядке в усе и объединение идет по часовой стрелке вот от этой самой нижней точке которая у нас условно принята как исходная вот значит у нас в порядке фуси это происходит против часовой стрелки а в альтернативном порядке это происходит по часовой стрелке ну и соответственно объединение пар в рукава вот и все это в общем-то можно видеть все трудно так сказать сразу объяснить не знаю как еще это графически можно было бы соединить но вот пока это представляется в таком виде и это вот это самое в общем-то это математика этих самых так сказать квадратов в размерности 3 на 3 вот по парных объединений двоичных чисел различающихся одним значением одного из разрядов и так далее вот это есть некоторая так сказать математическая основа всего этого так сказать все это так сказать системы которые представлены как бы в виде так сказать окончательных схем без объяснений но эти объяснения в том виде в каком допустим я их могу представить в рамках этих лекций вот они настолько наглядны сколько сами схемы подходить с определенной точки зрения и вторая вторая вещь о которой я хотел здесь специально сказать из прошлого это относительно значит вот этого самого объединения запада и юга вот видите у нас в этом самом порядке все альтернативном порядке первых четыре в вот этой вот четверки фигур лошо альтернативных вот действительно так сказать разделение потому что значит си и нань в порядке фуси они оказываются в разных рукавах а вот при альтернативном порядке они оказываются в одном вот и с другой стороны это вот Артем Игоревич обратил внимание в прошлый раз вот это то что происходит в порядке воинвана если мы вот этот порядок воинвана спроецируем а то есть действление со сторонами света которые имеются вот в порядке фуси вот то у нас получится такая картина которую мы представили на следующем слайде пожалуйста вот после так дальше ага и дальше вот это вот так сказать у нас порядок воинвана но соединение со сторонами света это отождествление порядка в пуси вот здесь вот интересно действительно не только что вот оказывается рядом то что это так сказать единственная пара в этом порядке которая вот представлена чистыми сторонами света вот у нас сверху соответственно одна чистая сторона света другая полу сторона справа тоже самое слева две полустраны света а вне золото как раз в чистом виде сей и чистом виде на который оказывается рядом но порядок воинвана эта вещь так сказать достаточно спорная она действительно важно что они не только так сказать в одном рукаве оказываются так сказать рядом и оказываются однородными с точки зрения значит вот обозначение в самой паре то есть это вот две именно стороны а не полустраны света которая оказывается рядом вот это я хотел пояснить и по поводу так сказать того что это может быть какой-то так сказать угол а определенный я с этим так сказать спорить не стану но я специально проверил только вот кроме того материала который так сказать приведен был в лекции тех соображений которые я уже имел удовольствие высказать я специально посмотрел не только джуа а и шу в 61 джуа вот к появлению подобного рода иероглифов там никакой информации ни о каких так сказать специальных углах не содержится даже на уровне шуа вот не только на уровне джу первичных комментариев англии но и всего того что вокруг этого имеется и как то то что традиция ко времени куменда считала нужно соединить с памятником непосредственно в виде этого самого дополнительного комментариев вот это вот некоторые так сказать вступительные соображения связанные с тем что было ранее вот а теперь мы с вами перейдем непосредственно к пятой лекции вот и пожалуйста да значит у нас будет здесь третья четвертая пятая гексограммы и проблемы которые с нею с ними связаны вот значит у нас гексограмма джунь вот значит эта гексограмма обычно понимается как начальная трудность вот я предпочел бы такой вариант как первоначальные затруднения и что просто вот не так сказать больше нравится и по значит по множественному числу именно затруднение я не одна трудность и такое понимание в принципе допустимо поскольку здесь начинается как бы основной текст некого так сказать процесса начало процесса описание некоторого начала процесса для которого для этого так сказать основного текста первые две гексограммы выступают как бы заголовком вступления вот и вот тут дальше на слайде написан текст вот что это вот он опять текст без опечатки не обошелся потому что имеется в виду система 240 система 540 ключей имеется в виду система ключей Шовене так и в принятой системе 214 ключей и в Шовене и в современном так сказать ключевом словаре он единственный который образует соответствующий ключ то есть он может рассматриваться как некий грамматический или семантический примитив вот и обычно он у него есть чтение тунь вот которая не имеет в данном случае отношения к делу даже является как-то более мотивируемым но в системе так сказать джоуи это чтение не участвует вот а его трактовка именно как трудности вот а не как так сказать технического названия гексограммы об этой проблеме трактовки и технического названия я уже так сказать говорил оно восходит к тексту тунь который сопряжен как раз с приведенным текстом канона и вот здесь у нас этот текст так сказать приводится и вот первое там действительно в танджане воспроизводится сначала название гексограммы а дальше идет этот текст начинающийся с фразы 11 вот что это твердое и мягкое они изначально соединяются и рождаются трудности твердое и мягкое это как бы постаси выражения я я я твердое и мягкое вот и вот они двигаются внутри трудности и соответственно вот это возникает это вот самое то что после этого написано то что после этого написано на самом деле их преобразование отражение правой части канона текста к основной черте но опять это опять отдельный вопрос относительно того каким образом соотносится текст канона с его воспроизведения в сопряженном тексте вот так что есть некоторый вариант так сказать текста канона который справа значит у нас имеется в виде предложения 13 вот и дальше идет так сказать некая описательная часть вот но это я привожу не для того чтобы рассматривать здесь твайн джуань и каким образом этот твайн джуань позволяет прояснить текст канона с разных точек зрения с точки зрения его сохранности его определенности и так далее но важно то что приравнивание значит тонкие к изначально неким трудностям вот видите это начало оно здесь присутствует в 11 фразе у нас третий знак ши вот и предпоследний знак на вот оно и получается шинань изначальная трудность каким образом это трактуется вот и значит интересно то что в словаре вот 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 данная фраза именно переводится как пример именно пример употребления тунь в этом значении и одновременно это он и рассматривается как подтверждение этого значения вот поэтому значит следующий слайд вот пока вот текст канона у нас перед вами так сказать заканчивая предыдущее рассуждение приравнивание джунь к шина проблематично но то что в предыдущем тексте еще встречается в этой так сказать первой строке которая непосредственно связана с текстом канона к гексограмме в целом вот появление в этой строке еще и знака сень вот двенадцатая фразь на той 9 трудностей подкрепляет а в натуральном виде текст значит 030 йод он представлен то есть текст гексограммы в целом канона представлен вот на этом слайде причем я значит обращаю внимание на то что вот в этой так сказать репрезентации у нас фиолетовым цветом обозначены как раз четыре качества которые естественным образом располагаются в начале и опять же так сказать в чистом виде и вот после них здесь идет формула у его его вот ни к чему куда-либо отправляться вот вот мы рассматривали в прошлой лекции после этого помещено утверждение которое может быть понято как благоприятно для возведения случаев утверждения правителя для в простейшем понимании для возведения правителя на престол и аналогичный текст у нас имеется в 16 гексограмме и в развернутом виде там не только возведение правителя на престол но и для отправления в поход для использования соответственно войск вот а значит вот и вот это вот конец текста гексограмме в целом ведь появились так сказать такие текстовые составляющие которые у нас уже появлялись здесь и вот это вот тридцатая и сороковая фраза они как бы составляют некое подобие текста определенного рода хотя они являются тоже формула в какой-то степени вот значит мы здесь вот это самое насчет его мы говорили а здесь мы этим воспользуемся для того чтобы значит закончить наши рассуждения по поводу функционирования вот знак ли не в качестве четырех качеств иными словами если мы возьмем вот репориентацию которая здесь так сказать имеется это так сказать рассмотрение синего ли и черного ли вот они у нас два здесь присутствуют одно в двадцатой фразе другое в сорокобой вот и пожалуйста следующий слайд значит значит как было показано выше в текстах гексограммам в целом вот значит ли который управляет чем-то довольно часто встречается в формуле вот лишь вот и еще так же что интересно в контекстах упоминания сторон света об этом говорили что они многочисленные но вот ли со сторонами света сочетается вот видите у нас есть 39 гексограмма которые мы говорили и сороковая в которых повторена эта самая формула относительно полезности нахождения полезности движения на запад и на юг вот вот которая совершенно вот которая в 39 противопоставлена на счет к этому самому востоку и северу в этом же в этой же 39 гексограмме стандартная формула благоприятная для встречи с большим человеком и вот те сочетания которые мы выше рассматривали то есть вот джинь джинь это у нас было выше и он тут возникает вопрос к которому мы еще так сказать обратимся это все-таки что такое вот это самое джинь имеет отношение к четырем качествам или не имеет а если оно имеет отношение к четырем качествам тогда сразу возникает вопрос почему находится не на месте не сразу после названия гексограммы а в конце к этому вопросу сказать еще подойдем здесь у нас все настолько взаимосвязано что оно у нас здесь уже возникает и можно было бы начать этот самый разговор бы отсюда вот но пока мы этот разговор чуть-чуть отложим вот и заметим только что вот эта формула ли день холл который я у нас холл простите второго тонна должен быть вот эта формула которая у нас в тексте к третьей гексограмме имеется она в текстом гексограмме в целом она встречается еще только однажды гексограмме 16 ли вот на которой я в этом тексте я говорил что это значит там где полезно не только не только холл а еще и значит сенши и вести войска теперь следующий слайд двенадцатый вот ну да вот формула ли день да вот все случаи появления я в этой так сказать формуле вот этой формулы вообще в тексте значит и канону и даже еще и к отдельным чертам они представлены на этом слайде вот значит если у нас третья цифра не ладма нулю то это соответствующая черта и строка у нас вправо смещена вот для наглядности вот и мы здесь видим что это формула ли день да она больше так сказать намного более свойственно именно к тексту гексограмма в целом потому что видите у нас есть только три случаев смещенных так сказать строк у нас меньше чем случаев строк которые начинаются с слева то есть строк к черте не к черте а именно гексограмме в целом вот и при этом надо иметь в виду что у одной так сказать гексограммы шесть черт и соответственно вот это вот так сказать одноуровневое сравнение оно не показывает насколько так сказать высоко продуктивно это так сказать формула в тексте гексограмме в целом или насколько она мало продуктивна в текстам к основным чертам потому что по правилам для сопоставления мы должны эти раз два три четыре пять строк чтобы они были сопоставимы с текстом отдельных чертов умножить на шесть и именно это произведение пять на шесть то есть тридцать сопоставлять с числом три которое у нас получается по смещенным чертам так что здесь это достаточно очевидно вот вот кроме того здесь вот обратите внимание на то что вот здесь у нас четыре так сказать качества на своих местах находятся в 45 57 21 гексограммах и соответственно не на своих местах в 39 и 45 гексограммах вот уже второй случай появление не на своем месте этих самых четырех качеств они здесь выделены зеленым в одном случае в нормальном сочетании ли джинь в другом случае сочетание джи которое следует рассматривать как джинь отдельный 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 гадательный помета джинь в строке 3490 йод это одно из четырех качеств опять обращая внимание на этот факт мы к нему сказать тоже еще вернемся здесь это так сказать тоже интересно вот и последняя строка она у нас выделена цветом определенным вот это она приведена потому что вот что значит это вот ли с последу управляющие следующим текстом в текстах гексограмме в целом есть только вот в сочетании ли юнг в 21 в тексте в основном тексте в 21 гексограмме вот и вот это единственный случай появления юнг например после ли в каноне к гексограмме в целом в то время как такое неоднократно встречается в текстах к отдельным чертам ну и в данном случае для 21 гексограммы перевод здесь может быть таким благоприятным в случае судопроизводства вот пока все что по поводу третьей гексограмме теперь перейдем к четвертой гексограмме вот тут уже так сказать большой текст вот и в нем вот эти так сказать следы у нас не раскрашены они хорошо видны я просто хочу раз опять мы здесь натолкнулись подчеркнуто это случай совпадения с сопряженным текстом который может по-разному так сказать интерпретируется по большому счету это означает цитирование как бы так сказать текста канона в рамках сопряженного текста поэтому эти подчеркивания достаточно информативные я не просто так их перенес сюда из нашего исходного текста так сказать нашего исходного представления текста идино вот и здесь мы сталкиваемся с двумя новыми явлениями вот первое уже мы с ним столкнулись это постпозиции четырех качеств и второе здесь так сказать появляются два сюжета здесь уже есть то что я называю сюжетом это фраза двадцать тридцать и фраза сорок шестьдесят вот которые попарно так сказать то есть построчно явно связаны а связь между строками это уже другой вопрос к этому мы еще подойдем но пока начнем с названия гексограммы опять тут очень интересно получается что здесь вот написано что в этом англии глуханисты день для знака значит приводит специальное пятое значение идингуамин видите англоскоп рактуется как технический термин и про любое название гексограмм можно такое написать что здесь написано и в то же время указывает четвертое значение и мэй и у джи вот с цитированием первого сюжета как раз который у нас расположен в первом строчке вот непонимание этого названия как юношеская неопытность вот улега вильхельма основана только на этом сюжете и текстик пятой черте вот этой же гексограммы вот в котором значит название ее значит вот перед ним имеется вот этот самый знак вот который у нас в тексте канона в целом имеется вот но соединение этого с мэл оно в рамках трактовки даже его в 0.45 но не правомерным а так сказать отдельным чертам с вами не рассматриваем надо рассматривать систему выруем из этой так сказать системы одну так сказать составляющая а именно значит в тексте к четвертой черте построенной совершенно одинаковым образом перед ним стоит знак конь например ну вот так что вот это приделывание к этому еще это самое юношеское неопытности оно неправильно и мы не можем как бы вот это самое трактовать его вот этот умом как развертку названия гексограммы это не название гексограммы интерпретации ее но конечно мало обоснован и перевод названия как недоразвитость это уже немного в сторону совсем которая значит делает щутки вот теперь вот относительно первого сюжета значит сначала у нас с вами не надо пока оставьте пожалуйста Владислав первый слайд пока у нас как раз это вот первый сюжет первая строка вот этого слайда двадцать тридцать вот он вот ну щутского вообще очень странный перевод не я добываю юноша юноша добывает меня это воспроизведение значит примитивного мышления и первобытной экзотики вот а скорее как не я стремлюсь к юношеской неопытности а юношеская неопытность стремится ко мне имею в виду если мы так сказать с этой стороны подходим к трактовке названия гексограммы что это конечно еще и может быть в первую очередь это не юношеская неопытность а девичья неопытность это совершенно так сказать очевидность всего контекста так сказать памятника вот так что а что касается второго сюжета который снизу находится то его понимание оно основывается на трактовке вот этого самого редкого знака ду который последний в 50 значит фразе и первой в 60 фразе вот и вот тогда пожалуйста следующий слайд вот а там абсолютная подлинница потому что этот самый словарь самый так сказать авторитетный он предлагает этот знак понимать как бы имеющим ключ не вода а ключ женщина и соответственно к этому значит и значит еще синьмань или значит это самое седу вот но сочетание седу соответственно с синьдайханьисы день здесь это самое значение переводится вот вот с примером в качестве использования в развертывании в четырех слог оно имеет вот это сказать небрежное неподобающее отношение к святыне вот что весьма интересно а пример такого употребления автора словаря видит в тексте к шестнадцатому году правления шангун который вот достаточно большой его фрагмент здесь приводится вот потому что естественно в гуханьисы день цитируется только середина второй строки представление которое так сказать здесь показывает как неудобно когда у нас нет абсолютных обозначений в виде тех двузначных чисел которые у нас перед каждой джи имеется в представлении канона вот вот это здесь характеризует значит это самая критику в отношении чу вот со стороны чьи вот эти и чуа значит обвиняется в том что оно не должным образом относится к союзным обязательствам перейти вот и не выполняет своих обещаний вот вот и я здесь ничего лучше в данном случае так сказать придумать чем относиться непонятным образом как или так сказать плевать на или еще что-нибудь я здесь придумать не могу кроме того вы сами понимаете что по сравнению с основным текстом канона текст зоджане повторяю что это единственный пример употребления друг того которого значит который так сказать имеет в каноне так сказать всякие эти вариации с женщинами с женщиной это так сказать другого рода так сказать вещь потому что вот это самое дух женщины он вообще так сказать является конструктором ни о днем древнем тексте это так сказать знак не зарегистрирован вот и то что написано в словаре вот это самое в англи оно основывается опять же на этом единственном примере который перед вами изображен в котором никакой женщины нет а есть то же самое что в самом тексте канона вот и значит дальше если мы возвращаемся к тексту канона вот можно обратно на один слайд Владислав вот у нас 40-50-60 вот этот текст которому щетки дает перевод по первому угаданию возвещу повторно и третье смутит тут появляется смутит а раз смутит не возвещу что действительно очень загадочно звучит и прям как должен оракул вот Вильхам здесь так сказать более конкретно подходит повторяю что это так сказать трактовку не Вильхера совершенно очевидно вот и он связывает этот сюжет с первым и видя здесь этого самого неразумного юношу вот и значит предлагает трактовать этот самый знак как неподобающее поведение то есть при первом гадании я сообщу ему если он будет спрашивать меня два-три раза он поведет тебя неподобающе это в скобах как бы подразумевается и я не сообщу ему ему тоже здесь тексте не имеется вот здесь уже непонятно смена субъектов почему значит сначала я потом он потом снова я да видно что фразы значит они 40 и фразы 50 они по своему строению подобны вот и что здесь так сказать является субъектом это вот изначальный тысячелестник изначальное гадание потом повторное и третьеразовое гадание вот и речь скорее идет здесь об утрате разборчивости не не отсюда об отсутствии информативности так что видимо речь здесь идет не о известном юноше который гоняется за автором а о неприятностях при повторном гадании если первое еще что-то говорит то второе третье начинает выдавать не ведь что и говорить перестает вот вот и здесь уместно рассмотреть использование как раз глагола в контексте идзина причем он встречается всего только вот в этом приведенном примере и в примерах которые приведены на слайде 15 вот можно слайде 15 вот вот это так сказать все примеры больше здесь примеров нет вот значит если мы конкретно посмотрим ну так сказать некоторым примитивным взглядом ясно что 264 йод вот он этот случай гао отношения не имеет и речь идет здесь о чем-то вроде намордника но и он написан другим иероглифом хотя значит в вандуйском тексте этот иероглиф записывается без этого ключа остальное действительно предполагают команду изречение и действительно в этом так сказать именно значение и ну все и но довольно резко этот иероглиф используется и в надписях на бронзе вот в этом в общем так сказать каталоге указателя к надписям на бронзе он там так сказать представлен а вот что касается надписи на нагадательных костях то там имеются формы действительно что x гау е сообщил сообщает и есть формула гау плюс имя которая предполагает сообщение кому-то чего-то вот это что касается сюжетов насколько их так сказать можно однозначно директовать я не знаю но некоторое общее представление о том что такое сюжет я надеюсь мы получили из этого текста михалыч а можно этот вопрос такой коротенький по предыдущему вот слайд можно предыдущий а 13 или 14 а почему вот вы отказались от самого простого понимания вот этой фразы а сейчас нет наверное так предыдущий еще а вот да 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 вот этот сюжет а почему про дзайсаньду а почему это не просто вот начальное или первое гадание оповещает а повторное или третье оно непочтительно как повторение просто и поэтому не сообщает то есть поэтому а кто не сообщает в том то и дело что сороковое тут самое совершенно согласен с вашей трахтовки что первое гадание оповещает да вот а второе и третье что а второе и третье оно непочтительно нельзя дважды второй раз повторять нельзя гадание вот мысль какая я думаю что я согласен с тем что здесь мысль такая но она изложена не совсем так потому что у нас значит это чуши оно обладает качеством гао а дзайсань обладает качеством дух они параллельны вот и вот и это я вот эту сторону так сказать хотел вот а почему вот оно так сказать не оповещает вот в конечном итоге потому что гадать второй и третий раз оно непочтительно неправильно ли потому что повторное гадание о том же самом только затемняет обстановку или еще чему-нибудь я не знаю но здесь вот это самое вот идет качество ухудшение качества гао вот которая значит в конечном счете означает отрицание первоначального гао вот я так себе представляю так сказать нет нет семантическую структуру этого дела просто разница в том что вы говорите о том что это ду это качество гао а я говорит это качество гадания ну вы говорили до этого о том что это не ясное гао вот вы так сказали что нет 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 вот это изначальное гадание обладает свойством гао повторное второе и третье гадания обладает свойством дуб а это свойство дуб предполагает то что оно бугао вот вот моя трактовка вот я ее разъяснил ну бугао в смысле неястости как вы сказали первый раз или в смысле непочтительности как там вот в словаре это было у ван ли мне кажется это правильно что это ду я так понял что трактуется в англии как непочтительность или я ошибаюсь непочтительные так сказать да действительно небрежное отношение к чему-то не обязательно непочтительность вот да вот непочтительность да ну вот это там будзун дин там было сказано прямо непочтительность а можно следующий слайд еще раз ну вот вот значит вот значит у нас это самая женщина откуда-то взялась и к ней приписывается значение чем мань вот это самое съеду вот в отношение непочтительного не должного отношения так сказать чему-то святому вот и тут вот действительно получается две стороны с одной стороны это действительно не должное отношение если мы берем эту трактовку так сказать к святому с другой стороны отношение значение так сказать некой небрежности неясности потому что опять вот это вот пример который приводится в джуане здесь говорится именно не так сказать о почтительности а то что они не считают нужным должным образом так сказать держать свое слово и должным образом относиться тщательно относиться значит своим союзническим обязательством перед си вот и вот я просто исхожу из параллельности фразы что этот долг передает значение отношения чего-то вот я просто разъяснил вот а дальше у нас так сказать просто получается элемент дискуссии ну что ж я целиком согласен с тем что это одна сторона этого дела но здесь оценок так сказать как сказать сакральности или не сакральности второго и третьего гадания нет что повторное гадание но только затемняется дело с этой стороны скорее так сказать я этот текст интерпретирую вот и поэтому оно не информативно вот вот спасибо так где мы остановились так вот значит вторая сторона этого дела это четыре качества фоспозиции которые здесь появляются с значит значит эти четыре качества с упоряженным гектограммы в целом тексте могут помещаться и после леса собственных текста подавляющим большинстве случаев это касается ли только в одном случае имеется одно только ли вот им иногда может быть предшествовать и х однако возможно случаи появления в постпозиции одного х что-то наблюдается в гектограммах 10 и 28 все это в сводной таблице четырех качеств так сказать показаны вот это вот постпозитивное употребление четырех качеств вот оно там отражено в виде в виде квадратных скобок вот и там и там они не появляются то есть сейчас простите алло извините я лекцию сейчас читаю теперь звоню через полтора часа так ну вот если они появляются то они разные то есть то качество которое имеется в предпозицию оно в постпозиции в одной и той же не будет единственное исключение из этого оно приводилось и оно еще раз показано на слайде 16 ну вот можно да вот у нас видите у нас есть синяя х есть зеленая х вот в тексте 450 гексограмм но здесь примечательно что вот это аномальное х спереди которого не должно быть оно во русском тексте отсутствует вот что мне тоже представляется характерно вот кроме того есть аномальные случаи текста канона гексограмма в целом это вот 30 гексограмма ли там они переставлены они синие оба но они померяны местами сначала ли дженя потом они наоборот и вот у нас второй случай это 32 гексограмма дело в том что зеленые эти самые качества они завершают если сильное качество открывает текст то зеленое качество его оформляют сзади а вот 32 гексограмме единственный случай когда после этого идет формула ли который мы рассматривали уже потому что в гексограммах 39 и 56 только после этого следует только значит самый гадательный символ ди а связь с предыдущим вот мы рассматривали уже вот ну и вот я говорил уже особый случай появления либис джен вот у нас 22 гексограмма но видите после ли у нас стоит а а это означает что есть вариант текста в котором иначе но это не маландуйский текст но в индексе так сказать указано что есть варианты текстов в котором все-таки это самое джен которое должно было бы быть присутствует вот так вот теперь вот мы рассмотрели четвертую гексограмму у нас еще есть время немного рассмотреть пятую вот что мы с вами попробуем сделать значит пожалуйста следующий слайд вот вот пятая гексограмма у меня как раз появляется вот это самое фу вот в сочетании ее фу который входит в обороты которые могут находиться перед чекор что это такое это не совсем ясно потому что в бака то есть в андуйской версии он везде записывает через знак фу повторности который вот здесь имеется согласно словарю в анализе значит этот иероглиф чтению фу следует понимать по шовеню как там написано высиживать яйца вот он может оправляться вместо фу всплывать это второй вариант его трактовки вот но еще раз повторяю по бокам представлено исключительно как фу повторять так что вот интерпретация вот интересно то что этот знак входит также в название 65 гексограмма джун фу то есть вот это фу опять же с каким-то определением вот но это надо до 61 гексограмма добраться вот значит теперь слайд 18 пожалуйста вот слайда 18 видно что в текстах гексограмма в целом этот самый фу в основном встречается в считании его фу вот тут вот вы видите что красным это выделенный фу вот вид в 43 и в 49 он так сказать отдельности а в остальных местах он именно представлен в сочетании его футов что-то так сказать обычное ну вот значит Щуцкий переводит это как обладатель правды что вообще совершенно непонятно а Вильфельм тясно связывает его с последующим если ты искренен то туда-сюда вот это естественная вещь которая происходит из трактовки ваумби которая трактует этот фу как синь вот это вот это самое качество верности достоверности доверия как там переводить вот и далее в 43 гексограмме в самом тексте вот 43 у нас с вами Щуцкий переводит как правдиво возглашай в 49 как быть полным правды вот и тут я только могу сослаться на оценку которую Артем Игоревич дал в своих так сказать комментариях о том что здесь Щуцкий непоследовательный совершенно вот но в принципе оба автора исходят в общем-то из этой трактовки фу как стиль вот значит Артем Игоревич считает одним из основных мантических символов Джоуи вот это и здесь совершенно с этим так сказать согласен и видите он еще структурно собственно ведет и предполагает у этого символа значение удачи ну удача это с гадательными вещами конечно связано вот но просто хотелось бы найти более конкретный аспект этой так сказать удачности безусловно связано с удачностью вот а вот это вот самая замена на фу в андуйской версии позволяет скорее предположить здесь наличие оттенка совпадения вот ну желаем конечно да вот и действительно знак фу как основной важный стимул монтический он встречается еще неоднократно в текстах к чертам и вот здесь я просто для разъяснения некоторого этого дела я позволю себе привести все тексты к чертам в которых этот знак фу встречается пожалуйста Владислав в следующий слайд они нет первый сначала потом второй вот они просто в один слайд не поместились вот у нас первая половинность так можно выразиться канона вот он у нас представлен вот и значит пожалуйста второй слайд вот это вторая половина канона вот и как видно здесь опять же почти повсеместно ее фу именно это сочетание а также обводимые из него сочетание фу 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 вот 351 и фу то есть с отрицательным так сказать ее заменяем ценностовой антони в 455 вот у нас 355 здесь у нас во слайде перед нами вот это фу ну вот обсуждение специального заслуживает опять же здесь одиночное фу которое обращаю ваше внимание на 582 второй черток 58 гексограмме они выступают как некоторое парное определение вот такое же так сказать определение как названию триграмма как у нас вот это выступал у нас вот это вот юношеская девичья неопытность вот тут то также есть вот это самое фу 582 причем параллельно замены для другие другой черты на другой иероглиф но это все следует отложить до рассмотрения текст к отдельным чертам вот и так же так сказать я хочу сказать что придется отложить обсуждение одиночного фу в 43 и в 49 гексограмме в целом потому что в этих случаях оно имеет смысл в контексте всего текста к данным гексограммам простите пожалуйста да 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 нет неудобно дальше вы можете мне позвонить в 9 да я буду ждать до свидания так да так вот текст его гексограмма в целом а так на этом я свою лекцию кончаю спасибо за внимание спасибо большое артемий михайлович уважаемые коллеги если будут вопросы можно включить микрофон задать вот и да и можно какое-то действительно обсуждение потому что это уже в середине лекции Артем Игоревич задавал вопрос уже сделали такое небольшое обсуждение если еще есть какие-то вопросы уточнения комментарии пожалуйста будем рады Артем Игоревич ну может быть да продолжу ну во-первых я значит с большой благодарностью Артем Михайловичу насчет вот этого фу вот действительно это важно рассмотреть связь с другим фу который в котором ну в даудэдзине во всяком случае есть идея возвращения то есть восстановления вот значит как бы аутентичности вот это очень такая ценная мысль вот оно возвращается к своему вопросу вот все таки мне кажется там идея не в том что не не ясно и объявления а в том что то есть не о результате речь идет а все-таки о самом процессе этом гадании ну типа того что самурай не спрашивает дважды как известно вот об этом речь идет что сакральное действие не может быть повторенным потому что это профанация сакральности она уникальна вот то есть это еще раз это не о результате а о процессе то есть самое вот это гадание на этих значит стеблях в данном случае вот и ну что подтверждается собственно вот этим неважно там женщина не женщина смысл то вот этот непочтительность действия вот а непочтительное оно может быть очень ясным как раз дело не в том что ясно не ясно а непочтительное еще более ясно чем чем почтительное все почтительное менее ясно чем непочтительное как известно вот а ну вот но оно вот такое вот множественное вот я не знаю мне так кажется вот из того что тут показано вами же вот что вы еще как-то подтвердите или опровергните И вообще вот эта информация тогда вне текстовая о повторности гаданий, ведь, по-моему, известно, что это все не положено повторять. Спасибо. 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 В твоей хулиганской части я, так сказать, свою точку зрения на это высказал, так что ограничиваю. Вот. Древние греки вас бы не поняли. Ну, что значит деревни греки? Развратиться можно в любой данный промежуток времени, в древности, в современности и так далее. Уважаемые коллеги, еще будут вопросы, комментарии? А можно небольшой вопросик? Да. Конечно. Артемий Михайлович, а вот вы третью, четвертую гексограмму и вот предыдущую тоже название прокомментировали, а вот пятую, оно все как необходимость ждать. Да, вот это у меня, так сказать, осталось, это самое, да. И вы совершенно правы, это я действительно не сделал, я это восполню на следующей лекции. Как-то вот у меня выпало из текста, но это надо сделать специально. Спасибо за, так сказать, указание на небрежность. Вот. И это действительно. Это не указание на небрежность, а просто интересно. Нет, ну это должно было быть по формуляру, так сказать, описание, трактовка, так сказать, этого. Это я сделал в следующий раз. Спасибо. А вот с этими значениями этимологическими, типа высиживать яйца или вот с ключом вода всплывать, у вас никаких мыслей не возникало? Вот уточнение, удачи, удачи по высиживанию яиц или... Да нет, ну это может возникнуть, так сказать, мысль такого рода. Ну я как-то придерживаюсь, так сказать, данности, которая здесь имеется. Да. Ну и с высиживания яиц, конечно, можно ну к чему произвести. Вот. В том числе и желательный смысл для данного контекста. Я просто такими вещами занимаюсь. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нету, комментариев, я думаю... Здравствуйте. Да, Наталья, пожалуйста. Здравствуйте, Владислав Владиславович. Артемий Михайлович, добрый вечер. У меня есть большой вопрос. Меня заинтересовала ваша характеристика знака, который он называет третью гексограмму. Джунь или Тхунь? Да, Джунь, да. Я принято считать как Джунь, но все это условности, на самом деле. Да. Вот вы сказали, что данный знак образует соответствующий ключ. Ну, наверное, имели в виду, что он входит в группу ключа «Трава Росток», «Травинка», да? Нет, это отдельный ключ. Это отдельный ключ, который представлен единственным аэрографом. И в Шо Вене, и в самом большом словаре китайцам, какой вы не возьмете. Там, кроме него, никого другого нет. Я только что посмотрела специально, не нашла ключа. Именно вот Джунь или Тхунь. Прошу прощения, значит, еще раз проверю. В списке ключей 214 или 3. Да-да-да, списка, конечно, 540 либо 214. Угу. Ну, у меня даже… Ну, я еще раз проверю, но я вроде проверял. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, но я хотела бы узнать, спросить вот о чем. Вы говорите, что этот знак можно рассматривать как графический и семантический примитив. Да. В смысле… В каком? В смысле Анны Вишбицкой или что вы вкладываете? Ну, в каком смысле, да, как у Анны Вишбицкой, да, потому что этот… Он в этой системе, так сказать, первичен. Там просто есть очень интересные ключи, вот, которые вот этим свойством, так сказать, обладают. Они сами к себе интересны. Это тема, так сказать, для отдельного обсуждения. Там вот этот ключ, который связан со значением штопот, например, из графика его. Там графика у него достаточно характерная. У этого графика очень размытый, поэтому я на эту тему дальше, так сказать, не распространялся. Просто констатировал, что он входит в ряд вот таких вот, действительно, график семантических примитивов. Потому что система 540 ключей – это не чисто графическая система, а система некоторых первичных, так сказать, понятий и символов. И он, так сказать, он там, так сказать, единственный, вот, настолько важный, что он может сам по себе что-то образовывать. Это просто немного другая тема. Да-да. Рассмотрение совокупности 540, простите, вот опечатка в слайде. 540 ключей, с которых, так сказать, мы начинаем. И мне важно то, что он, так сказать, был сохранен даже уже в этой самой системе даже 214 ключей. Так что не такой он и штопот там тоже осталось. Это очень интересные реликты. Всего сколько примитивов вы выделяете вот в списке 540? Ну, они же явно не все примитивы, потому что там же и сложные знаки присутствуют в списке ключей. Вы знаете что, я здесь, так сказать, с вами поспорил. Сложных знаков в списке ключей нет. Они, так сказать, в современной графической интерпретации сложные, а на самом деле они совсем не сложные. Вот, но я вам не могу все, так сказать, предъявить. Это есть некоторые, так сказать, общие впечатления. А специально их, так сказать, сформулировать, это уже другая задача. Я к этому, так сказать, не готов рассмотреть это все в системе. Это вот есть некоторые впечатления, которые я тут и сообщаю. Но они у вас не опубликованы пока. Да, как многое другое. Нет об этом, ну, то есть вот эти мысли вы нигде еще пока не описали. Хорошо, ладно, извините, спасибо. Извините, если я в другую тему, да, вас заставляю перейти немножко. Ну, просто меня заинтересовал очень-то вопрос. Вот, если оно, так сказать, направляет в этом направлении, вот, то я, так сказать, очень рад. Вот, и вот, если к мыслям в этом направлении эта информация, которую я здесь перевожу именно в связи с конкретными текстами, которыми я занимаюсь, я очень рад. Спасибо большое. Алексей Михайлович, еще внимание на минутку. Вот, что-то меня задело это высказывание ваше, а то, что я этим не занимаюсь. Вот, мне что-то непонятно. Вот, смотрите, вот, ну, есть, значит, знак этот фу, который, ну, вот, в общем смысле обозначение какой-то удачи. Вы говорите, ну, правильно, удача, но надо конкретнее. Так, а как конкретнее? А если, а если, если это фу из Мавандуи, это просто, так сказать, ну, замена фонетической, ничего больше, к тематике не имеет никакого... А чего замена-то? Вот в этом суть делал. Так я и спрашиваю, нет, подождите, я вас методически спрашиваю, я говорю, а если это вот смысла никакого не дает нового для задачи, которую вы поставили, уточнить смысл, тогда что делать? Тогда надо в этимологию сходить, вот на яйца посмотреть, а или что? А вы говорите, нет, я этим не занимаюсь. А чем тогда вы занимаетесь-то? Как тогда узнать-то этот смысл? Вот я привожу, так сказать, все контексты, рассматриваю их по возможности в рамках тех текстов, в которых они встречаются у Идине. Вот, и только в этом, так сказать, смысл... А контекст дает это уточнение? Контексты дают? А если не дают, тогда что делать? Тогда вот, я не понял, почему вы отвергли вот эти этимологические смыслы или какие-то вот словарные? Почему вы этим не занимаетесь-то? Вот мне непонятно. Почему в Ван Ли можно ходить и оттуда брать какие-то смыслы, тем более которые вы критикуете, а там в Шуэне не брать? Почему? Вот какая-то загадочная фраза была. Как из Идина из вас, она изошла. Ну, я, как сказать, я из словаря в Англии, я повторяю, что это не в Англии, это есть некоторое обобщение того, что считается более или менее установленным, так сказать, в рамках вот этой самой общей лингвистической, иероглифической, так сказать, интерпретации. Я только из этого, так сказать, исхожу. Это все равно внешне, да? Перекипуя. Ну, оно внешнее для Идина именно в том смысле, что это восприятие Идина в рамках, так сказать, собственной традиции, вот, так сказать, которая считается более или менее, так сказать, вот, устоявшимся вот тем, на что, так сказать, можно опираться. А все остальное, это, как бы, еще то, что находится под вопросом. Словарь, так сказать, он так и построен, что там есть, значит, вот, по контекстам, так сказать, возможные другие, так сказать, значения иероглифов в каких-то, так сказать, вещах. Они подтверждаются, но вот их нельзя считать, так сказать, принятыми в рамках этой, так сказать, традиции. А что касается высиживания Идина, тут я здесь, понимаете, смотрю на это в контексте, так сказать, чисто техническом. Это, так сказать, есть некогда, это, так сказать, гадательно-предсказательно-классификационная, так сказать, штука, вот, что я буду пытаться как-то показать дальше, если, так сказать, на это хватит времени и сил, потому что цена бесконечная вещь, вот, и вот в этой, так сказать, штуке вот есть такая формула и есть такой, так сказать, знак, вот, я пытаюсь понять его, так сказать, общий смысл, вот, на уровне данной системы, а не на уровне, так сказать, наших ассоциаций и того, что, так сказать, делал свершение, потому что то, что, так сказать, еще решение имеется, это опять надо рассматривать в рамках всей системы описание, которая в словаре, что вы использованы, а не, так сказать, на уровне отдельных вот таких вот проявлений, потому что для этого знака, безусловно, так сказать, имеется значение высиживать яйца, оно из его граж, так сказать, непосредственно следует, но к тому, чем, так сказать, я занимаюсь, вот, такая конкретизация в виде, так сказать, высиживания яйца, она мне, так сказать, лично чужда просто, ни вас, ни свершения за него хватит не собирает, потому что свершение, он действительно констатировал наличие такого значения у данного знака, но вот его, так сказать, употребление в виде, это некоторый, так сказать, технический термин, вот, как вы сами говорите, это, вот, так сказать, вот такой вот символ, вот, вот, и вот я, вот смысл, можем его, так сказать, назвать, вот, высиживанием яиц, или как у Крушинского, вся эта, так сказать, слон большими буквами написана, ну, слон, да, и слона может много чего сделать, только оно, действительно, слон, написанный большими буквами, он имеет некоторое символическое значение, но оно как-то для меня периферийно просто. Нет, я-то согласен с вами, конечно, надо, безусловно, вы правы, надо из системы из внутренней извлекать смысл технических терминов. Ну, я стараюсь. Это очевидно, но я вопрос ставлю так, что, а если не вычленяется, что тогда-то делать, вот, тогда просто приходится брать из внешнего источника, но вот, вот он такой есть, можно попытаться все-таки из этого яйца тоже что-то высидеть, или просто ставить условный знак, говорить, да, вот мы не понимаем, напишем икс, или просто фу, вот. Вот, во-первых, по поводу, так сказать, высиживания яйца, что это, так сказать, есть некоторый ключ и возможный подход к трактовке, я с вами совершенно согласен. Вот, можно через это и считать, что вот в этом фу слились значения высиживать яйца и специального, так сказать, гадательного символа, вот. Вот, и это самое гадательное символ, он, вот, может быть представлен, вот, под названием высиживать яйца. Ну, я повторяю, что я, так сказать, здесь занимаюсь системой, в общем-то, вот, а высиживание яиц, это есть некоторая, так сказать, частность, которая, вот, в рамках функционирования такой системы, она действительно, так сказать, воспринимается как некоторая частность. Здесь действительно есть два конца крайних, когда мы просто пишем фу, ну, вот, или, так сказать, икс и все остальное, да, я согласен. Но дело в том, что вот этот икс, он находится в определенных отношениях с игреком, и этим я и занимаюсь, прежде всего. Ну, вот, это вот по поводу крайностей, которые здесь могут быть. Так что, это я говорю о своем подходе, а не о том, что другие подходы, они не конструктивны. Я говорю о своем подходе, дело все в том, что, как вам сказать, если я говорю нечто, что не противоречит тому, что говорит другое, это не означает, что я отрицаю то, что говорит другое. И вот критика, вот, в отходы, так сказать, нашему с вами, нумерологическую, называйте ее, называйте системологическим, со стороны того, что это, вот, портит, так сказать, текст, создает им не то впечатление. Я, так сказать, занимаюсь своим делом, я описываю нечто. Если я описываю неправильно, пожалуйста, укажите мне. Если кто-то занимается другими вопросами, подходит к этому с другой стороны, я же никому не мешаю. Вот, да и все. Нет, это все очень стопроцентно правильно. Единственное, возникает вопрос, вот, когда установлены эти внутрисистемные отношения между иксом и игроком, все равно в конце возникает проблема интерпретации вот этих формализмов на какое-то содержательное поле, вот. И вот тогда что, что является механизмом интерпретации для вас? Ну, вот Вильхельм, он действительно, он нашел комментатора китайского, вот он ему и интерпретировал, вот. А нам-то что делать в этой ситуации? Ну, вот, по-моему, так сказать, действительно имеется некоторое семантическое поле, на которое все это дело, так сказать, может быть спроецировано. Но это, так сказать, семантическое поле, в этом семантическом поле, на которое это все проецируется, вот, в моих глазах высиживание яиц не присутствует. Это вы этим, этим девушкам, что ли, все отдаёте? Да, девушки присутствуют, а высиживание яиц не присутствует. Пусть они высиживают, пусть они и высиживают. Да, да, да. Ну, ладно. Спасибо, спасибо. Спасибо, Артемий Михайлович. Ну, я думаю, что вот и как раз на этой ноте, я думаю, можно будет завершать. Если, коллеги, появятся вопросы, то, пожалуйста, пишите и в чат, и на почту. Мы вопросы передаем Артемию Михайловичу, вот, и на следующем начале следующей лекции отведем время, чтобы их обсудить. Спасибо большое, уважаемые участники, спасибо огромное, Артемий Михайлович, за лекцию. Вот, как обычно, в следующую среду, в том же месте, в то же время. Спасибо. До свидания. Спасибо всем присутствующим и Артему Игоревичу за такое профессиональное тут дискуссионное, так сказать, освещение всего дел, потому что, действительно, Артем Игоревич, человек, который профессионально этим текстом занимался, занимается и связанными вопросами с ним. У нас просто подходы в некоторых местах немного с разных сторон, но все только, так сказать, помогает делу, и ни в коем случае ему не мешает. Спасибо большое, Артемий Михайлович. Спасибо всем за участие и за интерес. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.